Мы затеяли недетский бранч. Действительно вызывает аппетит. Доброе утро, меня зовут Евгений Вещеряков, мы пошли в Москву и сегодня на Центральном мы приготовим семейный бранч. Сегодня несколько тем, которые мы обсудим, и точнее это три полноценных блюда, которые можно собрать из самых обычных продуктов и сделать их обыденным, интересным и правильным питанием. На сегодняшний день я предлагаю нам с вами составить три основных блюда в меню, которые входят в рацион, ну, мне кажется, всей страны. И вот первое, это, конечно, будет куриный бульон с фрикадельками. Курица от Метрошеф, которую мы сегодня с вами разделаем, сварим из нее бульон и еще сами сделаем фрикадели, будет увлекательным путешествием. Детское наслаждение, потому что вот лично мои дети этот суп любят очень. Мы с вами приготовим папин бутерброд, сделаем его из двух сочетаний сыра, докторской колбасы, у меня есть немного хлеба и, конечно же, мы тестируем это все на сливочном масле. И сделаем полноценный завтрак-десерт, который будет построен на базе творога, ягод, фруктов и небольшой сливочной заправки. Ну что, давайте начнем. Я Евгений Мещеряков и мы вместе с Метро затеяли недетский бранч. А мы наш семейный бранч начнем с папиного бутерброда, потому что папа будет готовить бранч. А как папе готовить, если он бессил? Вот для бутерброда мы возьмем брешь, докторскую колбасу, которую я лично сразу порежу. На бутерброд используем толстую нарезку и делаем ее так, чтобы нам было удобно ее поджарить. Немного томата. Томат отделен от кожи. Мы его отбланшировали. Для того, чтобы нам отделить его от кожи, нам понадобилась кипящая вода и соль в ней. 15-20 секунд. После чего мы сразу томаты погрузили под холодную воду и их почистили. Ну что, давайте соберем наш бутерброд. Я хочу использовать два сыра. Я взял гауду и чеддер. Это схожие сыры, но гауду более сливочный сыр. И поскольку я хочу сделать сложный бутерброд, я буду использовать несколько слоев сыра. Первый слой я сделаю на поджаренный хлеб, а второй слой я запеку под колбасой. Ну что, чтобы приготовить папе бутерброд, нам нужно поджарить с вами хлеб, колбасу, шпинат. И все это тщательно прикрыть сыром и запечь. Обжариваем бриошь. Толсто нарезанную докторскую колбасу. Обжаривать будем с двух сторон, поэтому я не спешу пока ничего класть. До тех пор, пока хорошенько не тестирую обе стороны, а потом одну из них прикрою. И положу бутерброд на горячую поверхность, для того, чтобы он запекся сверху. Нам понадобится немного шпината, соль на место, где будет жариться шпинат и крупные листья шпината. Прямо на сковороду или на гриль. Мы не жарим шпинат, делаем его достаточно эластичным и потом просто снимаем с гриля. Немного соли. Переворачиваем шпинат. Снимаем его с гриля. Он уже достаточно эластичный. Переворачиваем хлеб. Хлеб тестировался. И посмотрите, на горячую сторону хлеба, именно сейчас, кладем сыр. Жареная колбаса. На колбасу выкладываем сыр. Если сыр чуть-чуть больше, то можно раздвинуть слегка колбасу и положить на него сыр. Прихватываем обе стороны. Колбасу мы положим отдельно. Поставим ее плавиться. И хлеб мы положим отдельно. И тоже поставим плавиться. Итак, наш папин бутерброд готов. Для начала мы запекли гауду на тестированном бриоши. А колбасу мы запекли под сыром чеддер. Смотрите, как она обволокла структуру колбасы и спустилась прямо на лоток. А хлеб удержал сыр. И за счет того, что имеет высокий подъем, не дал ему стечь. Это сыграет свою роль. Давайте начнем сервировать наши бутерброды. Выкладываем бутерброд на тарелку. Сверху выкладываем шпинат. Напоминаю, что шпинат мы просто обжарили на гриле, на растительном масле, с солью, с перцем. На тосте запекли сыр. Сейчас я буду на эту конструкцию выкладывать колбасу с сыром. Посмотрите, два вида сыра. Бриошь, шпинат. Жареная докторская колбаса. Что может быть лучше такого начала? Я вам скажу. Незаконченный папин бутерброд не считается папиным. И вот поэтому мы с вами положим обещанные томаты. Да сверху. Так, чтобы сочно было и сок постоянно стекал. Такой папин бутерброд точно никогда не заветрится. Даже если маленькие шалунишки отвлекут его на 40 минут. Бутерброд можно всегда взять с собой и отправиться на пикник. Так что, папы, заряжайтесь энергией и будьте активными, настоящими музыками. Для того, чтобы приготовить суп с фрикадельками, нам нужна курица из метро-шефа. Открываем курицу. Давайте приготовим из нее сразу и бульон, и сделаем себе фрикадельки. А я вам покажу, как мы ее разделаем. И начнем мы, конечно же, с того, что заберем мясо на фрикадельки, а точнее это будут грудки. Поскольку суп у меня планируется на бранч диетический, отделяем грудку по кости остова так, чтобы туша лежала на спинке и была закреплена. Мы отделяем себе филе на коже с крылышком, где крыло, потом все равно используем на бульон. Вытаскиваем внутренний жир, он нам не понадобится для бульона. И по возможности хорошенько прочищаем внутри костей каркас для того, чтобы бульон был светлым. Отделяем ножки отдельно, окорочка тоже пойдут на бульон. И удаляем хвостик. Промываем остов и весь суповой набор ставим варить. Грудку оставляем для того, чтобы прокрутить ее на фарш фрикадельки. После того, как курицу мы разделали на суповой набор и на грудки, суповой набор ставим варить. Остов мы промыли, ноги и крылья отделены. Заливаем водой проточной и ставим варить на 40 минут после закипания. Поставили бульон, и пока у нас есть время до того, как он закипит, а еще потом 40 минут после того, как он перейдет в режим тихого кипения, у нас есть время заняться фрикадельками. И сейчас займемся тем филе, которое мы с вами отфилировали. Одно делал я с крылышком, а второе сделал просто на коже. Ну что ж, давайте порубим мясо на фрикадельки. Снимаем кожу с грудки. Она нам не понадобится. Нас интересует только чистое филе. Отделяем малое филе. Зачищаем от жил, если такие попадаются нам на филе. Так как любая жила в фарше будет ощущаться и есть будет просто неприятно. Курицу нарезаем на стрипсы или на палочки. А в дальнейшем ножом или на мясорубке рубим курицу на фарш. Я сейчас делаю это ножом. Но дома воспользовался бы мясорубкой. Курица шинкуется на маленькие-маленькие кусочки. Если это делается ножом. И еще раз по этим же кусочкам проходится шинковка ножа. Для того, чтобы кубик был совсем мелкий. Многие используют для фрикаделек связку белок или яйцо, травы. Мы не будем этого делать. Мы доведем фарш до вкуса соли и перца. И отварим фрикадельки в бульоне. Для того, чтобы они приобрели свой натуральный, естественный вкус без изменений вкуса. Иногда хочется просто курицы. Фарш готов. И сейчас мне нужно поместить его под пленку и убрать в холодильник на 15-20 минут. Для того, чтобы он набрал температуру холода. И ему проще было формовать фрикадельки. После того, как прошло наши 15-20 минут. И мы спокойно проверили бульон и сняли с него пену. Поставили наш фарш на охлаждение для того, чтобы слепить фрикадели. Самое время их сформовать. Достаем фарш из холодильника. Плавно его перемешиваем. А во вторую миску наливаем обычную воду. Для того, чтобы руки были всегда влажные. Так лепить фарш удобнее. Используем гастроемкость. Немного масла. И фрикадельки будем делать и кидать прямо сюда. Перемешиваем фарш. И в руку я беру себе большой мясной бол. Предварительно ее смочив. Смачиваю вторую руку. Каждый раз подкатываю, как снежок. И выдавливаю через большой палец. Повторяю движения. Каждый раз прокручиваю фарш в руке. Леплю свои фрикадели. Потом, которые доформую таким же образом. В маленькие болы, которые сварю в курином бульоне. Заканчиваю с фаршем. Смачиваю только одну руку. Этого вполне достаточно на второй раз. И также работаю с ним. Делаю болы. Постоянно его подкатывая рукой в шар. После этого прокатываю болы еще раз. Для того, чтобы фрикадели стали круглыми. И выкладываю все на гастроемкость так, чтобы болы не соприкасались. Их можно хранить в холодильнике. А можно сразу отварить в бульоне. Подавать с отварным яйцом. Как мы сейчас с вами и сделаем. Когда наш бульон сварен, процежен и готов к работе, мы будем варить в нем фрикадели. Вернемся к нашим фрикаделям. И вот, когда бульон закипел, я перевожу его на тихое кипение или томление. И постепенно ввожу в него фрикадели. В разные места сотейника. Так, чтобы они не наваливались горой друг на друга. Когда мешаем бульон с чем-то, что может быть деликатно, осторожно ложкой вводим по краям. Углубляя ложку, упирая ее в дно. И раскручивая потихонечку свою начинку, меняя направление ложки по движению поверхности. Но никак не выставляя ее веслом, иначе можно фрикадели повредить. Дать им время для того, чтобы обвариться. Они не должны кипеть. Посмотрите, фрикадели обварены сразу. Но внутри она мягкая. Поэтому мы погружаем ее в воду и даем ей просто время настаиваться в медленном томлении бульона. Бульон кипеть не должен. Иначе это разорвет структуру фрикаделей, которые вам так не нравятся. Фрикадели не должны пушиться, они должны быть едиными мячиками. Ну что ж, вот и наш бульон с фрикаделями готов. Я напомню, что мы, когда их сформовали, положили их в медленное-медленное кипение, томление. Да еще не поменяли их ложкой, потому что не дрыгали там, как веслом. И, в принципе, они получились очень даже симпатичные себе фрикадели. Посмотрите, круглые, в наваристом бульоне. Что может быть лучше для перекуса человека, который, например, на диете? Чистый белок, напомню, что грудку мы использовали для фрикадели, только не вводили в нее ни сливок, ни специй, ни лука. Это чистая куриная грудка. Бульон на этой же курице. В суповой бульонный набор мы использовали то, что осталось от тушки курицы. А это остов, ножки, крылышки, полностью не удаляя кожу. Я вот здесь немного укропа подрубил. И для себя лично добавлю вареное пятиминутное яичко. Я с детства такие люблю. Вы знаете, сваренное, но с жидким центром яйцо действительно вызывает аппетит. Очищенное яйцо я не разрезаю пополам, потому что напомню, что в нем жидкий центр. И вот тот, кто будет это делать с этим бульоном, получит массу удовольствия, когда вскроет яйцо, и желток вытечет в суп. Хорошего бранча, приятного аппетита. Не проспите свой завтрак. Третье блюдо, которое мы задумали в нашем семейном бранче, это полноценный, мощный протеиновый завтрак вместе с творогом, фруктами и ягодами. Я вам расскажу про соус, который я заготовил отдельно. Но это уже дань моде. А вот третье блюдо, которое мы закончим в бранч, мы решили взять с собой, потому что опаздываем на прогулку. Я приготовил несколько боксов и буду сразу готовить блюдо прямо себе в боксе, для того, чтобы всем вместе потом присесть и где-нибудь его съесть. И вот использую гранулированный творог малой жирности, конкретно 2%. Чистый белок. Творог распределяется по объему всей чаши и на него будем выкладывать самое, что ни на есть вкусное. То, что подготовим или найдем в холодильнике. А конкретно нас интересуют фрукты, ягоды. Если у вас такого вот соуса, как у меня, нет, можно использовать орехи и мед. У меня есть клубника. Я предварительно ее просто помыл, нарезал, удалил хвостики. Вот солнца сейчас мало, темнеет рано. Солнца мало видно, действительно. И какое-то красное яркое пятно в виде ягод клубники отлично подойдет для этого позднего завтрака. Почистили киви, порезали его на 4 части и сердцевину удалили, потому что у киви оно жесткое и используется только в еду часть филе. Смотрите, нарежу треугольничком, потому что треугольником нарезана уже у меня ягода. Использую примерно половину киви на одну порцию, потому что в данном случае две таких больших дольки – это половинки. Можно нарезать кубиком, можно нарезать треугольником. Я нарезал треугольником. Смотрите, все, кроме клубники, внизу покрою вот таким вот английским соусом. А вам сейчас расскажу, из чего он сделан. Соус этот варится с добавлением молока и сливок, с желтком и тростниковым сахаром. С добавлением палочки ванили получается английский ванильный соус. Классическая рецептура. Варится он на водяной бане до загустения, постоянно помешивая. Выкладываю зеленую часть отдельно, не смешиваю ингредиенты, показываю себе, чтобы не забыть, что же я туда положил. Потому что, когда закрутишься, бывает такое, что забыл, что использовал в еду. Ну и, конечно же, груши. Груши всегда в доступе. Режем их на четыре части. Удаляем сердцевину. И нарезаем так же треугольником. Вот, собственно говоря, по этому треугольником и резался киви. Нарезаю его треугольником. В груши всегда много железа, так же, как и в яблоке. Но груша намного деликатнее в сочетании с клубникой. Киви не имеет завышенного коэффициента кислоты в своем вкусе. Ну вот, собственно говоря, одной грушей разобрались на три порции. Думаю, что завтрак готов. У меня внизу 2% творог. Сверху английский соус. Клубника, киви и груша. Все это очищенное, без кожуры, без хвостиков, без кожи. Личный, мне кажется, протеиновый завтрак можно собрать с собой куда угодно. И перекусить на ходу. Всем хороших выходных. Оставайтесь на связи. Будьте бдительны и готовьте семейные бранчи большими компаниями. В здоровом теле здоровый дух. Я Евгений Мещеряков. И мы по шутмоскову вместе с метро Кэшн Кэрри сегодня приготовили семейный бранч. Состоит у нас из трех блюд. Это папин бутерброд. Куриный суп с фрикадельками и 5-минутным яйцом. И, конечно же, творог с английским соусом, клубникой, киви и грушей. Всем приятного аппетита. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова